Приветствую вас, Александр. Знаете, ну, вот, не оспаривая ответы моих коллег, да, по поводу того, что малые информации дали, по поводу того, что ответить так нельзя при таком количестве информации, я все же выскажу некоторое предположение. Вы начали свои отношения, в начале все было хорошо, что было хорошо и в начале все было здорово. Что случилось с папой? Что-то поменялось, ну, совершенно очевидно, что что-то поменялось в вас. Да? Что-то изменилось. Что изменилось? Ну, просто, вот, постарайтесь, отведите себе на этот вопрос, что изменилось в вас, да, после того, как вот начались вот эти вот ваши перемены в отношении к мужчине. Ну, ведь, 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 и случилось же что-то, правильно, не будете в этого, в этого оприцалывать, ну, не будете. Вот. Ну, вот, нужно понять, что случилось, что изменилось, да, это первое, наверное, первый момент. Я могу предположить, я могу только предположить сейчас, что вы молодого человека просто разлюбили. То есть, у вас к нему не осталось, не осталось именно, вот, прям, сильных сил, вот, у вас к нему, изначально не было таких, таких вот, прям, сильных эмоций. Вот. Вот. Либо эмоции изначально были сильные, а потом, как бы, любовь, она, это была не любовь, оказывается, это была просто влюбленность, и она прошла, и, и все. Как бы. Вот. Понимаете? Поэтому, если это так, если это действительно так, то вот основная причина, по которой вы недовольны молодым человеком. Мы стали к нему претензии предъявлять, да, они стали что-то от него требовать, вы видели, что он ведет себя, как ребенок. А он говорит так, извини, я, извини, говорит, я всегда был таким, вот, а ты что, раньше не замечал? А вы говорите, да, я раньше не замечал, не видел какой-то, понимаете? То есть, как бы, это вот, классическая, в этом смысле, история, когда человек просто охладевает. Просто охладевает к, ну, к другому. Вот, как, что любил, налюбил, да, а на самом деле, нет. Вот. И, вот, ваше отношение к мужчине, ваше отношение к мужчине, его, 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 вот, мне кажется, нужно анализировать, смотреть, как оно изменилось, что изменилось и так далее. Возможно, изменилось ваше желание, ваше желание и потребности. Сейчас вы требуете от молодого человека чего-то другого, чего-то другого. Вот, опять же, сложно сказать, чего именно другого, другого вы требуете от него, но, скорее всего, всего, что-то вы требуете. Вот. Может быть, в ваших, вот, в вашем представлении так, так отношения развиваются. То есть, вы вот считаете, что, там, после какого-то времени мужчина, там, ну, должен уже, ну, должен что-то вам, например. Ну, может такое, такое, такое быть? Да, вполне. Вполне, такое вполне, вполне может быть. Вот. Знаете? Ну, вот, и, собственно, вот это всё нужно анализировать. Сейчас, да, сейчас пока не понятно, ну, конечно, о чём вообще идёт речь и с чем связаны такие ваши перемены. Ну, очевидно, очевидно, что, что-то изменилось. Вот. По-моему, страх проснулся, проснулся. Вот вы говорите, что он, что он ведёт себя как ребёнок, это... Из детства могут быть такие приветы, условно говоря, приветы из детства. Вот. Болезненное реагирование, ну, болезненное реагирование на детское поведение может быть связано, в том числе, с теми, что вам саму никогда не позволяли, ну, вести себя как ребёнку. И вы реагируете на это вот таким образом теперь. Понимаете? Вот это всё нужно выяснять. Это всё нужно смотреть, нужно смотреть, что вообще про вас, да, что про вас, а вот, что не про вас. Ну, то есть вот, где про вас, да, а где не про вас. Тут, мне кажется, это прям очень такая важная вещь, чтобы вы бы как-то отдавали себе отсчёт в этом, чтобы вы понимали, где я, где мои чувства, где молодой человек и так далее. Ну, грубо говоря, работаю с эмоциональным интеллектом. Вот. Ну вот. Примерно. Примерно так. Как-то. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы даёте, это вот с учётом, ну, это вот максимально с учётом той информации, которую вы дали. Да? Да? Ну вот. Понимаете? То есть очевидно, что, что ваше дополнение, оно сейчас от чего-то защищает. Вот. Оно от чего-то защищает. Но от чего-то пытается вас уберечь. Вот. Я, конечно, естественный. Я не знаю, от чего пытается, пытается уберечь вас, ваше персональное. Но оно пытается. Хорошо это или плохо. Скорее хорошо, потому что для нас это возможность лучше себя узнать, лучше себя понять. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация так решится.